Говорят, ребята, что по борьбе соскучились, но тяжеловато. Действительно так? Нет, тяжеловато все, что. Нам просто в конце сказали, что будем бороться. Мы были на горном сборе, там пять дней сидели на изоляции, потом толком не потребовались. Первая схватка всегда тяжелая была, какой бы ни в форме ни было. Я рад, что такие турниры проводят. Уже второй раз здесь борюсь. В прошлом году выступил удачно. Надеюсь, в этот раз тоже выиграю. Чем тебе этот турнир нравится? Турнир, здесь каждая схватка как в финал идет. Вызывает, можно сказать, готовят к более важным стартам, как чемпион мира, Европы. Там на финал вот так выходит. Из-за этого какой-то ажиотаж, интерес проявляется, азарт. Все говорят, очень понравился в таком формате бороться. Счет достаточно большой, ты много баллов набрал, но и пропустил много. Что про соперника скажешь? Соперник такой технический, быстрый, на ногах подвижный. Я сам удивился, что-то много раз пропустил. Обычно я хорошо защищаю, но простой сказался, чуть-чуть потерял. Я думаю, к ямварю, я Рыгинскому подойду в хорошей форме. Дай бог, чтобы турнир состоялся. За какими еще видами спорта следишь, помимо борьбы, естественно? Бои, в основном такие звездные бои. Я еще на футбол не смотрю. Так разные виды бывают интересные. Я могу посмотреть лучшие моменты любого вида спорта. Хотя бы даже вот это. Керлинг? Керлинг, да. Очень интересно. Ну да, там по-любому какая-то математика есть. Интересно бывает там. У нас тоже бывают скучные бои, там поединки. Я все не смотрю. Так, лучшие моменты могу. Каких-то легенд посмотреть вообще всю, всю схватку. Посмотреть, как они там подводят, подводят к прямому. Как там загоняют. Ну, разные моменты. Это хорошо, что ты смотришь легенд. Скажи, борьба, вот на твой взгляд, вот ты же видел легенд и 10 лет назад, и 20. Она меняется? Меняется, я думаю, темпа больше, чем раньше. А так, ну, я думаю, самый золотой пик, наверное, был, когда Махач Муртазали, Буайсар сойти. Вот как эти золотые века, это бодибилдеры, да, свой? 90-е, как это? А у нас вот это. Тварц, как бы. Да, да. Вот у нас Буайсар, Махач, Саджид, Бейсик, Кудух, вот это все. Когда правила были еще 10-0, там не три периода, а вот два периода. Совершенно вот это был шикарный, шикарный период. Ну, ты скажешь, что ты за боями смотришь. Наверное, там Хабиб прежде всего? Хабиба Бабаи, да, ни один не пропустил. Ну, он как бы свой еще, он не тоже как спортсмен, он как личность тоже проявляет себя, держит себя в тонусе. Из-за этого уважаю его сильно, потому что из-за этим бойцовским, этим кругом, да, восьмигольников, из-за пределами, и там показывает, как себя ведет достойно. Из-за этого уважаю. Можешь сказать, есть, конечно, зрелищие намного бойцы, но как личность он, ну, как Мухаммед Алей, как такие. То, что ушел, это как бы для тебя печальная весть? Ну, нет, так-то, если он сделал бы 30-0, тоже было бы неплохо, да. Но если мама попросила, надо слушать родителей все-таки. Хорошо, если он выйдет еще на один бой, никто, наверное, ничего не скажет, наоборот, обрадуется. 1-30-0 сделать и уйти, это вообще будет шикарно. Сам хотел бы попробовать? Для себя буду, так, не знаю, посмотрим. Может, где-то выступлю, но хочу просто для себя. Мне интересно, люблю апперкоты там, как апперкотом вырубают, вот такие моменты я люблю. Хочется тоже, что-то техника была, бокса. Это здорово, главное, что есть любопытство, это качество, заставляющее двигаться. Конечно, надо во всем интересоваться. В чем-то можно быть профессионалом, а в других, хотя бы любителям базу знать, интересы, хотя бы никто не обманет. Можно для себя знать это все. Продолжение следует...